Человек, который рассказал мне об этой игре, очень просил не судить предвзято, то есть не сравнивать Иратуса с Darkest Dungeon, а если быть еще точнее, не воспринимать игру как русский клон Darkest Dungeon. Без проблем, я действительно не воспринимаю Иратус как очередную попытку косить под хит. И это правильная позиция, я считаю, Иратус самобытная игра. Но кого мы пытаемся обмануть, когда говорим, что это не клон Darkest Dungeon. Концептуально нет, но по геймплею все очень и очень похоже. И честно, если бы Иратус был большим клоном Darkest Dungeon, чем он есть сейчас, было бы гораздо лучше. Но обо всем по порядку. Иратус, Lord of the Dead, вот так я замечательно все произношу. Да, Повелитель Мертвых, короче. Это пошаговая игра от российского разработчика в стиле roguelike, или как вы меня поправляли, не совсем roguelike, а, блин, слово забыл, похоже, в общем, что-то. В общем, подземелья и враги генерируются рандомно, и если вы играли в Darkest Dungeon, то почти каждый элемент вам будет знакомым. В чем суть игры? Некогда жил на свете, ну и как жил, существовал на свете некромант Иратус. Наводил шороху, стремился к власти, как обычно. Но нашлись какие-то герои, которые упокоили гражданина. Прошли века или, возможно, тысячелетия, а может вообще пару лет, не знаю. И вот шахтеры натыкаются на склеп Иратуса, который, разумеется, только и ждет момента, чтобы попробовать снова. Именно за Иратуса мы и будем играть. Вообще, хоть это и не какой-то нонсенс, такое было и не раз, но все же игра подкупает тем, что мы играем за откровенного антагониста. И даже не просто антагонистом мы играем за злодея, без всяких но, без модных нынче деконструкций, где зло не такое уж плохое, а добро тоже не блещет светом, нет. Тут, конечно, нет прям вот откровенно добрых воинов света, ну почти. Но зато точно есть категорически злой некромант Иратус, за которого нам, повторюсь, предстоит играть. Его цель – убивать и поднимать мертвых, уничтожая все живое. Однако, разумеется, путь предстоит непростой. Начинаем мы с тех самых шахт, где нас откопали, и оттуда мы должны выбраться по направлению вверх, в самое королевство. Однако, путь неблизкий и непростой. Шахты – это лишь один из пяти, а если принять во внимание DLC шести ярусов, каждый ярус заселен разного рода врагами, например, в шахтах будут шахтеры, рабочие големы, маги-рудокопы, надзиратели и прочий подобный сброд. На гномнем ярусе будут, ну, разумеется, гномы со своими изобретениями и так далее. Врагов достаточно много, и они разнообразны, что, конечно, радует, что еще радует, и Ратус ведет некий такой бестиарий, записывая всех побежденных врагов в книжечку. Геймплейно же нужно победить определенного противника несколько раз, чтобы открыть о нем запись. Запись сделана в стиле всех остальных комментариев и Ратуса, который он время от времени отпускает по поводу всего подряд. Саркастично-злодейский, у насмешливый в такой форме. Да и оно того явно стоит. Светлое королевство может быть и светлое там, наверху, а тут общество неприличное. Магически лоботомированные шахтеры под присмотром садистов-надзирателей, повернутые на традиции гномы и прочее вот такое вот. Этот замечательный капустник Ратус знатно выстебывает, конечно же, рассматривая всех в качестве потенциальной нежити. Однако, к сожалению, дальше описаний все не заходит. Никаких слабостей или интересных стратегий не появляется в дневниках. Даже больше скажу, у противника есть усиленная версия, элитная, так называемая. Между ними различия только во внешнем виде и, разумеется, в статах. Описание то же самое, хотя хотелось бы видеть здесь разнообразие. Однако враги это лишь препятствие на нашем пути, а как же выглядит сам путь? Ну, для начала стоит сказать, что и Ратус лично не участвует в сражении, ограничиваясь комментариями едкими. Хотя, в отличие от нагнетающего атмосферу рассказчиков Дарк из Данжен, Иратус скорее подбадривает, вечно говоря что-то вроде «Да они же слабаки, раздавите их». Все это, кстати, подкреплено отличной озвучкой Иратуса, именно русской озвучкой. А еще Некромант все-таки использует магию. Таким образом, тут боевая система скорее ближе к пятым героям меча магии, чем к Дарк из Данжен. Но все-таки сначала, наверное, стоит сказать о перемещениях по карте. Оно тут странное. Мы движемся вперед и на развилке выбираем путь. На пранале загвоздка в том, что вернуться мы сюда потом не сможем. То есть выбираешь ты только раз. Суть выбора заключается в призах, которые помимо врагов разбросаны на карте. Обычно они и с врагами чередуются. Например, можно встретить культистов, которые сделают Иратусу в подношении в виде полезных артефактов. Или алтарь, или гробницу, пополняющую армию колодец для восполнения маны, или здоровья отряда. Всякого полно. Хотя, нет, знаете, это я сейчас маху дал. То, что я назвал, это практически исчерпывающий список. Вообще, это одна из основных проблем игры. Если не самая основная, в игре откровенно мало контента. Еще есть ивенты. Они не очень часто встречаются и представляют из себя ситуации, где можно сделать выбор. Это обычно атаковать, отступить или использовать миньона Икс. Например, враг плевать стрелами, а призрак бесплотен и врага можно извести без потерь. Что, в отряде нет призрака? Ну, что ж, тогда ты можешь бежать или попробовать атаковать. В любом случае, без потерь уже не обойдется. Ну, скажем так, странное какое-то решение, но вполне интересное. А вот, кстати, о боях. Вот мы натыкаемся на врага, и бой наконец-таки начинается. Будучи некромантом, Иратус, разумеется, командует не простыми солдатами, а нежитью. И эту нежить он собирает сам. В игре весьма интересный, хотя и примитивный, конструктор нежити. У нас в инвентаре после боев появляются соответствующие ингредиенты. Обломки мечей, доспехов, сердца, мозги, эктоплазма, кровь. Вот из этого всего мы и собираем нежить. Сперва нам доступны только классические скелеты, зомби, баньши. И со временем, выполняя условия, мы будем открывать новые виды войск. Условия иногда простые, просто там нанеси столько-то урона, например. А иногда они явно преувеличены, скажем, пройти игру на высоком уровне сложности. Тут, видите ли, дело в том, что... Забегая вперед, так вот скажу, что контента меньше, чем стоило бы. И повторно проходить игру ради двух новых юнитов вряд ли кто-то будет. Это большое упущение. Плюсы такой системы сбора и запчастей в том, что мы действительно погружаемся в атмосферу некромантии. Вот что я вам скажу. Вот что в игре явно удалось, это атмосфера. Не в последнюю очередь она порождается однообразным, но красивым, прям таким гнетущим саундтреком. Особенно за главной темой самого Иратуса. Если в том же Darkest Dungeon в Гамлете царило музыкальное уныние и тлен, в хорошем смысле слова, то есть музыка шикарная, но нагоняла на такое вот именно что уныние и тлен, то тут скорее нагнетается как раз таки жуть, которая не дает забыть, что ты воплощение зла. Не дает об этом забыть и многие другие элементы, в совокупности как раз и создающие атмосферу. Ты буквально чувствуешь себя некромантом, и это, знаете ли, не каждой более технически совершенной игре удается сделать. Иратусу удалось, и с этим ее можно только поздравить. И, конечно же, в этом играет немалую роль именно такой вот кропотливый подход к сборке нашего войска. Всего у нас 16 ячейк для солдат. Ячейки можно менять, это сделано не очень удобно, я должен сказать, но все же это хорошо, что можно, например, ослабленный отряд оставить и сразу укомплектовать другой, более готовый к сражению. То есть максимум мы можем одновременно иметь 16 солдат, правда, столько, наверное, и не нужно. Тем более, что в бою участвуют одновременно лишь 4. Как и положено, каждый тип солдата чем-то отличается. Тот же скелет вовсе не бесполезен. Традиционная костяшка, рассыпающаяся от одного удара на поверху, оказывается весьма крепким, должен сказать. Видимо, очень много кальция ел. Зомби вовсе не глуп, он отличный стрелок. Баньши и призраки пугают живых. Есть еще невеста Иратуса. Да, такое чувство, что ломали вот голову, не знали, как назвать юнит. Ну ладно, хорошо, пусть будет невеста. Она лучница. Рыцари смерти, закованные в броню, всегда их любили со времен еще герои в пятых. Все это наш костяк, и каждый в чем-то силен и в чем-то, разумеется, слаб. Как всегда, играет роль позиция юнита и его навыки, которые нужно с умом применять. За победу в бою войска получают опыт. Тут две линии прокачки. Первая, просто вклад очков в навыки. Вторая, каждые три уровня можно улучшить одной из пяти умений. Кстати, пятое умение улучшить сразу не получится. Пятое умение использует особый ресурс, гнев. Но об этом чуть попозже. Нужно же еще рассказать, что помимо опыта мы получаем лут. Это те самые мозги и прочие потроха. Притом они могут отличаться по силе и цвету ячейки. Чем сильнее ингредиент, тем больше, соответственно, он дает дополнительных очков юниту. Разумеется, их можно легко заменить одно на другое. Также у юнитов есть две ячейки под личные артефакты. Есть общие, которые мы сами сможем создать. А есть именные, доступные только этому виду существ. Обычно их можно получить у культистов. Как правило, с ними миньоны становятся гораздо эффективнее. Ну и, разумеется, каждый миньон, пусть и нежить, но все же мыслит вполне по-живому. Да, баньши иногда жалуются на жизнь. Но в целом, что зомби, что скелеты, все говорят вполне осмысленно. Что немножечко так сбивает с толку. Возможно, дело в мозгах. Уровень мозга равен уровню нежити. И если мы выбили мозг более высокого уровня, звучит-то как выбили мозг, да, то можем мозги своему миньону заменить на более крутые, мгновенно повысив уровень на получившуюся разницу. Впрочем, иратус тоже, знаете ли, не лох какой-то и также имеет собственные артефакты из стандартного набора кольцо, кулон, оружие, доспехи, плащ и прочее. Они могут давать прибавки к силе колдовства, скажем, а могут давать полезные свойства. Например, противник не сможет бежать с поля боя, или мана будет восстанавливаться гораздо быстрее. Это действительно полезно, особенно на высоком уровне сложности. К слову, на любом другом играть откровенно скучно. Да. Разумеется, прокачка у иратуса своя тоже есть. Аж несколько веток. Четыре, да. Алхимия для получения более крутых ингредиентов, ярость для более быстрого набора этого ресурса, и два вида магии, атакующая и защитная. Они называются иначе, но по факту это просто две школы магии. Кроме того, на правах повелителя нежити и мастистого алхимика мы можем проводить алхимические изыскания с соответствующими названиями. Трансмутация, каллицинация, дистилляция и экстракция. Суть этих манипуляций сводится к переплавке одних ингредиентов в другие, или создание простых артефактов. А с DLC добавилась еще возможность также делать зелья. Одноразовые артефакты, кстати, тоже такие есть у нас. Ну, не то чтобы это прям сильно помогало, но на высоком уровне сложности тоже неплохой подспорье, хотя ресурсов на это достаточно не всегда. Помимо алхимических забав, иратус может проводить время на кладбище. Ну, а где его еще проводить, некроманту? Кладбище, опять же, напоминает героя меча и магии. Там раньше города точно так же выглядели двумерно, но со вкусом этого не отнять ни тут, ни там. Здесь пока все в руинах, но иратус может восстановить строение, пожертвовав души старателей и ресурс, добываемых в битвах в том числе, и своих же слуг, которых тоже можно задействовать в разгребании мусора, например. Каждое здание имеет свое значение. Абериск приносит души, вроде точно уже не помню, статуя регенерирует ману, морг лечит раненых миньонов и так далее. Обновление статистики происходит каждый условный день, условный потому, что тут отсчет идет на манер Дарк из данжен, прошел один бой, прошел один день. И давайте все-таки уже о боях. Тут интересная система повреждений, зеркальная той, что мы видели в Дарк из данжен. Там на нас влияли не только физически, но и ментально. Одуревшие члены команды сходили с ума, атаковали своих, начинали их стращать, умирали от разрыва сердца. Тут же игра ставит нас на место мерзкого противника. Теперь мы вгоняем своих врагов в страх. То есть, конечно же, есть система физических повреждений, но зачастую пробить толстые шкуры врага, особенно на высокой сложности, довольно-таки трудно. Особенно, если учесть, что в игре есть щиты и от физического урона, и от магического, к которому относится ментальный. Щиты могут быть наложены на врага в начале боя, но беда в том, что некоторые могут их регенерировать. Однако, должен сказать, что стрессу враги подвержены гораздо сильнее, чем физическому воздействию, за редкими исключениями вроде големов, у которых просто нет сознания. Кстати, именно для того, чтобы группой, атакующей разум, не нарваться на отряд големов и не огрести по полной программе, как раз-таки нужно иметь разные отряды с разными способностями. В идеале. Благо, на карте почти всегда видно, что за тварь нас поджидает. Почти. Ну так вот, сводить с ума тут одно удовольствие. Ошалелые враги сбегают с поля боя, атакуют своих в спину, ранят себя, умирает от разрыва сердца. И все это под злорадный хохот Иратуса. Очень классно, очень атмосферно. Можно собрать группу из Баньши и Призраков и просто аннигилировать отряды массовыми атаками на разум. И это действительно круто сделано, чувствуя себя черновластелином, но с этого момента я хочу коснуться минусов игры. А точнее, одного минуса. Он самый заметный и самый серьезный. Он сильно портит игру, это баланс. А точнее, дисбаланс. Пока ты играешь на обычной сложности, эти проблемы не возникают. Но на обычной сложности играть скучно, потому как враг действительно с трудом оказывает тебе сопротивление, как бы ты ни действовал. Разумеется, чем выше ярус, тем сложнее противники, а в конце каждого еще и босс есть мощный, но все равно это не то. А вот на высоком уровне сложности открываются дыры в балансе. Нанести физический урон практически нереально. Точнее, не нанести, а именно собрать толковую атакующую группу. Испробовав реально очень много разных тактик, я наткнулся на факт, что вести физический бой весьма сложно и затратно, убивает бойцов постоянно. В противовес этому атака на разум тут просто имбалансная. Зачастую враг даже не успевает тебе урон нанести, а его уже и нет. Я нащупал тактику на призрака, баньши, невесту и рыцаря. И эта группа без единой потери, с редкими ранениями, просто пролетала ветром по всему нижнему ярусу, со скрипом адаптировалась к новому ярусу, и там точно так же пролетала. Уже сложнее, но на самом деле все еще легко. И это при том, что в игре действительно неплохое разнообразие юнитов, хотя, наверное, с этим бы я поспорил, но, скажем так, приемлемое разнообразие юнитов, вполне себе хорошее разнообразие их умений, стойки, ловушки, атаки, расходующие гнев Иратуса, что при поддержке заклинаниями того же самого Иратуса очень помогают. Но все же хотелось бы больше юнитов. Больше не в смысле количества, а в смысле тактического разнообразия, потому что вся эта труднодобываемая нежить на деле она не нужна вовсе. Начальные миньоны легко выносят врага, изрек натыкаясь на действительно сложные бои. Плюс правильно подобранные артефакты и Иратуса, и его слуг. Все, ты непобедим. Стоит ли говорить, что играть быстро становится скучно? Разнообразие спасло бы игру, и в первую очередь именно разнообразие тактик. Именно эффективных тактик, потому что сами по себе тактики есть, но они просто неэффективны. Вот именно что эффективных тут одна-две максимум. Да и юнитов хоть вроде бы как немало, но не знаю, после Героев Меча и Магии, где в каждой игре придумывают чуть ли не новых существ Некрополиса, как-то смотрится все это однообразно что ли. Хотя, вот казалось бы, пожалуйста, вот тебе вампиры, вот тебе всадники, и оборотни его даже добавили с бесплатным дополнением праздничным. Хотя странно, что оборотней нужно собирать из плоти, они же как бы не нежить. Ладно, есть даже Нурглиты, которых добавили с Дилусей. Вот, кстати, о нем. Оно добавляет нескольких новых миньонов, которые не сильно-то нужны, опять же. Несколько скинов для миньонов. Ммм, так, вы как бы должны их добавлять бесплатно, разве нет? То есть, серьезно, тут еще вроде даже Дилуси со скинами есть, если не ошибаюсь. Вы о чем вообще? Притом, скинов в этом Дилуси, я имею в виду нормальный Дилуси, три или четыре. Не на всех юнитов, разумеется. И скины эти так себе откровенно. В Darkest Dungeon можно было выбирать хотя бы цвет одежды героев, плюс была мастерская. Здесь же можно выбирать только имя своего миньона. Мастерской здесь нет. Есть продажа скинов за деньги. Еще Дилуси добавляет, разумеется, алхимию о ней, я уже сказал, и шестой ярус новых крупных врагов, которые иногда встречаются. В целом, неплохо, но оно не меняет положение вещей. Игра все еще быстро наскучивает. Ей сильно не хватает разнообразия. Очень сильно. Это второй серьезный минус. Нащупав тактику одного отряда, тебе уже будет неинтересно искать другие тактики. Бои станут похожими друг на друга. Элемент исследований тут отсутствует, так как подземелий нет, есть просто бои. Бои — это основа всей игры. И эта самая основа набивает скуку после примерно 50 боев. А это, поверьте, не так уж и много. Вот и получается по итогу, что Иратус — это действительно интересная игра с кучей интересных задумок, хорошей атмосферой, крутыми идеями, очень даже неплохим саундтреком. Но сделать все это интересным у создателей явно не получилось. Не то, что прям совсем, я не жалею, что поиграл, мне очень понравилось, но, знаете ли, от игры, метящей на место Darkest Dungeon, я ожидал нечто большего, чем 13 часов, после которых запускать это уже больше не хочется. Положение дел могло бы спасти комьюнити, но мастерской, увы, у игры нет. И это печально. Впрочем, я не думаю, что стоит Иратуса судить так уж прям строго. Игра действительно неплоха, особенно для своего сегмента, и особенно, если вы не такие придирчивые, как я. Это достойный проект, и мне приятно, что он отечественный. Но согласитесь, если бы я из-за этого его только облизывал, игнорируя минусы, то послушай, допустим, этот разработчик, что бы он вынес, что дорабатывать ничего не нужно, да? Это не так. Тут нужно серьезно поработать над механиками. И я надеюсь, создатели не остановятся на достигнутом. Буду рад однажды поиграть во вторую, более проработанную часть. Ну, а пока пожелаю, наверное, Иратусу прекратить уже так бомбить на живых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова